В мэрии Магадана Юрий Гришан провел еженедельное оперативное совещание по работе коммунальных служб. Руководители ресурсных организаций и городских ведомств отчитались о проделанной работе и совместно с городоначальником проработали планы на предстоящий сезон благоустройства. Городские предприятия, теплосеть и водоканал приступили к ремонту инженерных сетей города. Магаданское водохранилище под контролем и проблемы с паводками исключены. Отопительный сезон в этом году продлится как минимум до 7 июня. Комбинат зеленого хозяйства проводит комплекс работ по благоустройству и по текущему содержанию города. Помогает участникам субботников, предоставляет инвентарь, вывозит мусор после проведения уборки. Подробнее о рабочих буднях КЗХ в эксклюзивном интервью нашему телеканалу рассказал директор коммунального предприятия Алексей Гаврилов. Сегодня один из таких адресов мы доубрали мусор, который на прошлой неделе жители провели, спасибо им, они провели хороший замечательный субботник, но срезали ветки, сложили их, оставили, потому что никто вывезти их не сможет. Ни управляющая компания, ни перевозчик отходов возить их не может и не собирался. Мы произвели их измельчение с помощью приспособления, которое имеется у нас на балансе. Это измельчитель веток прицепного типа. Провели, показали, как он есть. То есть два КАМАЗа веток превратилось в 10 мешков опилок, которые будут использованы для благоустройства на общегородских территориях, также для цветов, как добавка к земельному грунту. Производим подготовку фонтанов к запуску. На балансе учреждения находится их 9 штук. Есть определенного рода проблемы. Зимой произошли определенные где-то повреждения, где-то что-то затопило, нарушена герметичность, целостность. Но в целом, за исключением фонтана на Магаданской площади, все они будут готовы, все 8 штук к запуску. Постараемся подтянуть Магаданскую площадь, где маленький фонтанчик радовать будет наших детишек. Также в городе продолжают сносить самовольные постройки. Специалисты управления технического контроля убрали остатки строительных блоков по улице Шмелева 1. Завершены работы по вывозу гаражей и сараев по улице Приморской. В ближайшее время планируется освободить территорию около будущего кванториума, который возводят на Пролетарской 84. Глава города дал поручение административно-технической инспекции убрать железобетон и мусор в районе 5-го детского сада, который откроют в День защиты детей. Одновременно с этим техконтроль готовит проект на смертную документацию для летнего ремонта учреждений образования, музыкальной школы и спортивных площадок.